Накануне на базе Центра традиционной тувинской культуры ремесел состоялось праздничное мероприятие, посвященное столетию со дня образования военных комиссариатов России. Открыл торжественное собрание временно исполняющей обязанности военного комиссара Тувы Николай Францевич. 8 апреля 2018 года декретом Совета народных комиссаров о учреждении волосных, губерских и окружных комиссариатов по военным делам были учреждены, соответственно, волосные и уездные губерские окружные комиссариаты по военным делам. Это впервые было такое понятие в нашей стране, введено военные комиссариаты, военкоманды. В первые годы советской власти на территории Советской Республики было образовано 7 окружных, 39 губерских, 385 уездных и 7 тысяч волосных военных комиссариатов. 30 декабря 1944 года в ряды военных комиссариатов России влился и наш военный комиссариат, образованный на базе Министерства обороны Тувинской Народной Республики. Поздравил с профессиональным праздником всех собравшихся и глава Тувы. В своем выступлении он отметил, что растущее у молодых людей желание исполнить свой воинский долг перед Родиной стало реальностью. И количество уклоняющихся от службы в армии значительно сокращается. В президентском кадетском училище здесь юнарами, молодые ребята, школьники сидят. Так и должно быть, потому что они по-особенному к этому относятся. По своему сыну, подростку, зная, что первое его посещение военного комиссариата для однопризывной медицинской обследования, это он воспринял на полном серьезе. И причем отнесся к этому делу очень так внимательно. После посещения военкомата у него было просто море впечатлений. И чуть ли не такое ощущение, что будто бы он уже все, в армию ушел. В ходе торжественного собрания состоялась и церемония награждения. В честь памятной даты четыре сотрудника комиссариатов республики, отличившихся безупречным выполнением служебных обязанностей, были награждены благодарностями и почетными грамотами главы республики Тыва. В честь юбилейных мероприятий ведомственными наградами были поощрены также несколько сотрудников личного состава за особые заслуги и отличную службу. Должен сказать, что с началом призыва Сергей Сергеевич, он круглосуточно находится, он живет просто на сборном пункте, постоянно, за что ему огромное спасибо. Завершилось торжественное собрание праздничным концертом. Плечом к плечу идут российские войска, И пусть военная дорога нелегка, Мы будем верою и правдою служить России.